Введение дневника личностного роста. Для чего нам вообще это и как его заполнять? Давайте поговорим в этом видео. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова и я являюсь автором двух книг по сетевому маркетингу, а также различных PDF-отчетов на также различные тематики по продвижению себя в сети интернет. Все это вы можете найти, перейдя по ссылкам в описании к видео и скачать то, что вам нужно. Либо подписаться на рассылку ВКонтакте, куда я вам лично, бесплатно передам, передам, отдам свой опыт. Итак, наполнение дневника личностного роста. Для чего это нужно? Давайте бегло я расскажу, что в предыдущем видео я говорила, для чего нужен дневник личностного роста. Перейдите, посмотрите его, оно буквально вот вышло. Теперь мы поговорим о наполнении. Но опять же, для тех, кто чтобы понимал, о чем речь, я хочу сказать, что мы должны с вами, как люди, которые желают добиться каких-то определенных целей, у которых есть свои личные мечты, стремимся быть чуточку лучше. И это круто, когда мы становимся лучше сегодня, нежели мы были вчера. И день это дня мы какие-то новые привычки в себя продвигающие добавляем, внедряем. От каких-то привычек мы попросту избавляемся за ненадобностью. И чтобы отследить, что нам приносят плоды, как мы вообще движемся, в каком направлении, чтобы понять, на холму мы находимся либо в пропасти, либо на равнине, никуда, по сути, не двигаясь, нам нужно записывать, выписывать, вести этот личный дневник. Это коротко о том, для чего он нужен, а сейчас я хочу поговорить о том, чем же его наполнять все-таки, что же в этот заветный-то дневник писать. Должна сказать, что я свой личный дневник делю на два раза. Я его утром записываю в него очень много важного, и вечером. Смотрите, ежедневно утром, наряду с молитвами, медитациями, аффирмациями, визуализациями, то бишь, подготовкой себя ко дню, я беру и выписываю как раз-таки в этот дневник два момента на две большие темы. Это я благодарю этот мир за... Я выписываю в течение 7,5 минут все, что мне приходит в голову, за что я благодарна, возможно, кому благодарна. И вторые 7,5 минут я трачу на то, чтобы я выписала. Я люблю этот мир за... И опять же, выписывайте то, что, ну, как бы в вашей голове придет, в вашу голову. Пишу то, что чувствую, ощущаю, за что и кого конкретно я благодарю. Тем самым наполняюсь мощнейшей энергией благодарности. Именно поэтому это нужно делать утром, как я уже сказала ранее. Вот этот момент благодарностью наполнять нужно свое утром. Вечером же я делаю некий анализ дня и отвечаю на 4 важных вопроса. Что хорошего со мной произошло сегодня? Это первый. Здесь мы вправе с вами описывать свои эмоции. Абсолютно все. События, возможно, действия, планы, которые могут относиться к положительным эмоциям. Моментом дня, то, что нас с вами порадовало, удивило. И, быть может, то, за что мы с вами испытываем гордость или благодарность. Второй вопрос. Что я мог, могла улучшить к сегодняшнему дню? Это как раз-таки самоанализ, который позволяет в дальнейшем отслеживать свои реакции, события, ситуации, эмоции, на которые завтра нужно обратить внимание свое для получения более качественного результата в дальнейшем. Третий. Чего я хочу достичь завтра? Да-да, ребята, этот пункт про планирование. Здесь мы садимся и планируем свой день, учитывая плюсы ушедшего дня и корректировки дня последующего. Здесь важно то, что мы сами планируем свой день, зная, на чем концентрировать свое личное внимание во время выполнения своих обыденных, обычных, повседневных дел. И четвертый момент. Чему меня научил сегодняшний день? Сюда мы выписываем свои общие осознания дня, которые были до его протяжения. Здесь всегда важным моментом остается, что важно писать три полноценных предложения. Это минимум. То есть вы отвечаете развернуто на этот вопрос. И в совокупности весь этот отчет важно писать каждый день. Только тогда и будет виден результат. Как вариант, этот дневник можно сделать публичным. Ведь тогда поддержка тысяч людей будет нам с вами обеспечена. Но и негативных людей нельзя забывать, которые далеки от того, что нужно развиваться, обучаться всю жизнь. Они думают только о том, что вот закончил школу и фух, наконец-то не буду читать, не хочу читать, не буду ничего писать, записывать. То есть сродни убийству взять в руку ручку и лишний раз что-то написать. Вот они как раз таки и пытаются нас с вами засунуть в яму, но это не о них. Люди, которые будут вас поддерживать, намного будет больше. Именно по этой причине все столько различных множеств блогов, которые люди ведут, излагая, что у них произошло в течение дня, либо куда они пошли, что оказалось важным. Именно на этом и основан блог, когда люди делятся с вами. И эти блоги сейчас на разные абсолютно тематики. И, пожалуйста, я прошу вас, знаю, что многие не сделают это задание, но хотя бы один день уделите себе тому, что я в самом начале сказала, пропланировать с утра день, благодарность окунуться, и в течение вечера сделать все эти упражнения, ответить на весь ряд четырех вопросов и отследить на следующий день свои эмоции, как это все реагирует. Даже одного дня достаточно, чтобы понять. Но для того, чтобы выйти на большой результат, это нужно делать каждый день. И не бывает такого, что вы сегодня пописали, неделю, месяц или два пописали, а потом бросили, ничего не действует. Это как вот в детстве, знаете, лишний дневник. Или, здравствуйте, мой любимый, привет, мой любимый дневник, я чего-то там сегодня. Вот это вот на подобии этого. Но это о саморазвитии важно, в саморазвитии и в личностном росте. Но если я была вам полезна, ставьте пальцы кверху, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть колокольчик и обязательно нажать на него, для того, чтобы оставаться в курсе моих новых видео выходов. И ныряйте в описание под видео, там очень много полезной информации. И отвечайте на вопрос в комментариях. Ведете ли вы свой блог, попробуете ли вы написать хотя бы неделю, писать дневник личностного роста, а вдруг вы решили его теперь всегда вести. Напишите мне об этом. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok